Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня. Я рисую для вас. Сегодня я рисую кролика Джуди Хоббс из мультика Зверополис. Рисую я фломастерами утолщенными фирмы Гамма. 12 цветов, яркие, сочные, очень мне нравятся. Я рисую последние два месяца ими много. Я рисую всем, конечно, но этими я рисую тоже много. Давайте Джуди будем рисовать черным фломастером, но может быть сначала серым. Я думаю, что для Светы я рисую сегодня, потому что она выиграла в конкурсе, и мы поможем ей нарисовать Джуди Хоббс. Она попросила. Мы нарисуем голову нашей крольчихи. И голова вот такая, но не очень большая, чтобы влезли уши. И серым фломастером я как раз делаю набросок, чтобы у меня все получилось. Уши вот досюда будут примерно вот так вот. Раз. Идут сюда ухо и сюда ухо. Примерно два уха я нарисовал. Теперь я рисую ей тело. У нее есть шея, такая небольшая, невысокая шея. Тело. Рисуем тело не очень толстое. И здесь вот талия. Вот так вот. Теперь рисуем ноги. Вот сюда идут. И ноги довольно длинные, как у кролика. Вы знаете, длинные кроли. Довольно такая объемистая попка у нее. И рисуем ножки. Вот так. И так сюда получаемся. И здесь две ноги. Я советую тебе рисовать, если ты рисуешь со мной, рисовать карандашом. Ничего сложного нет. Плечи. Так. И руки. Одна рука вот сюда идет. Я думаю, у тебя получится так просто ее нарисовать. А здесь кулачок. А вторая рука идет сюда. И она ее подняла в локти, согнула. И вот сюда подняла. А здесь у нее раз, два, три пальца. Вот такая у нас Джуди Хоббс. Примерно получилось здорово. Давай так. Мы нарисовали. И сейчас я повторю еще раз, как рисовать ее в точности, чтобы не ошибиться. Глаза большие нарисуем. И нос. Такой вот. Теперь будем рисовать черным карандашом. И после этого раскрасим фломастером. Я долго думал, чем нарисовать, лучше бы, может, акварелью нарисовать. Или же гуашью. Я люблю героев и гуашью рисовать. И часто рисую. Но сегодня решил, думаю, у меня есть все цвета для Джуди Хоббс. Она серенькая. У нее есть розовый носик. Голубая рубашка. Синий защитный костюм. И черный. У нее все цвета у меня есть. И я могу здорово сделать. Так что начинаем. Смотри, как всегда. Повторяем еще раз. Голову рисуем. Вот так раз. Здесь можно так. Тик-тык-тык-тык сделать. Тик-тык-тык. И получается, голова сюда расширяется. И здесь такая широкая щечка у нее. Здесь вторая щечка идет. Слева и справа. И мы сюда заводим под воротничок ее. Нарисовали. Сразу нарисуем ей глаза. Глаза у нее чуть раздвинутые. И так вот. Раз и два. Примерно так. Наверное. Наверное, получилось. Да, я думаю, получилось. Здесь вот такие бровки. Нет, бровки здесь. А здесь реснички. Реснички у нее есть, но совсем маленькие. Нарисуй маленькие реснички. Здорово. Теперь рисуем глаз один. Глаз второй. И вот этими фломастерами удобно, что ты рисуешь. Можешь рисовать толсто, а можешь тонко. И у тебя всегда получится. Вот сейчас я рисую очень тонко. И, конечно же, улыбочку. Она довольная. И всегда побеждает. Хотя кролик хорошо не сдается. Да, я бы так сказал. Я мультик смотрел. Мне он очень понравился. После этого мы смотрели много раз с ребятами дома, с моими детьми. И им нравятся герои. Им нравится, что они все разные. Что у них разные характеры. И лис нравится. Ну и вообще движутся все герои. Очень классно. Так что здорово. Особенно нам больше всего понравилась песня из Гарополиса. Мы часто ее после этого клип слушали. Ребятам тоже нравится. И очень важно, когда в мультике есть хорошая запоминающая песня. Особо нравится мне. Ну и ребятам тоже. Рисуем, обводим. Все просто обводим. Раз, два, три. Обвели. Ничего сложного. Обвели. Довели сюда. И здесь у нее штанишки начинаются. И мы сначала штанишки нарисуем. После этого такие защитные штуки нарисуем. Тык-дык. Ага. Ножки. Ножки. Хорошо она там бегает. Ну и вообще-то твист там очень интересный. В общем, мультик забавный, призабавный и тоже интересный. И очень много решений смешных. И как там живут звери. Как люди, я бы так сказал. Из-за этого, наверное, он такой популярный. Пишите, что вы хотели бы спросить у меня. Я всегда стараюсь ответить как раз на своих трансляциях. Потому что вот вы задали вопрос, я сразу ответил. Если есть вопросы какие-то, я всегда отвечу и с удовольствием вам помогу, чем могу. Зову вас участвовать в конкурсе, который провожу каждый день по будням. Теперь мы берем все цвета, которые у нас есть. Серенький. Идеальные цвета. Идеально раскрашивать легко. И вот так вот. Раз, 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 раз. И я знаю, что эти фломастеры, они с пищевыми красителями. Так что я так безопасно, когда у меня девочка есть, Арина, моя дочка. Она безопасно ими рисует, с удовольствием использует. И часто мне иногда тут калякает, когда я уйду из рабочего места. Она придет, накалякает и довольная, покажет мне, что рисует со мной вместе. Вы помахали, да. Я вам помахал, помахишите мне, если у вас есть желание и вы участвуете. Если вы нарисуете Джуди, то я прям с удовольствием посмотрю на нее. Мне нравится смотреть на Джуди и то, как ты ее нарисовал. Розовый здесь и здесь использовали. Пока все. Следующий цвет голубой. Голубой тоже отлично есть. Мы его используем. Так. Красим. Так, 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 так. Здесь красим и здесь красим. Отлично. Здесь покрасим. И вот здесь тоже пузико покрасим. Голубой закончили. Все, что... У меня вообще очень здорово получится. Я думаю, что если ты захочешь, то прям фломастерами Джуди хорошо можно копировать. Некоторых героев очень трудно нарисовать фломастерами. Потому что они сложные и довольно техника рисования сложная. И раскрасить сложно. Если у тебя фломастеры такие толстые, есть все-таки вот детские, но толстые фломастеры, то, во-первых, раскрашивать легче. А во-вторых, и можно оригинально что-то раскрасить какими-то цветами. Здесь вот можно как раз... Хватает фломастеров, чтобы это покрасить. Так, так, так. Нарисовали сереньким. Сделаем тенек. И, может быть, где-то морковку. Так, давайте нарисуем ей морковку в виде сердечка. Или, ну, что-то оригинальное. Мне хочется нарисовать что-то оригинальное в своему рисунку, что не пойдет и не нарисует кто-то еще, к примеру. Ну, не догадается человек или не поймет, почему я это рисую. И я не видел, что Джуди Хоббс так рисует. Хотя, мне кажется, может, рисует. Может, я не знаю и не видел этого рисуночка. И я нарисую здесь морковку. И улыбочку для нее, да? Вот она вот такая у меня получилась. И здесь такая чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Морковка. Морковка. И красный ротик, да. Красный ротик нужно нарисовать. Вот теперь мой рисунок закончен. Спасибо Свете, что рисует со мной. Спасибо вам. Если вы приходите и рисуете, то сделайте это сегодня вечером. Если вы сделаете, то опубликуйте свою работу. Я ее добавлю к завтрашнему конкурсу. Это будет тоже здорово. Получился классный заяц. Немножечко черные ушки. Чтобы уж и точно было похоже, да? Кончики ушей черные. И вот сегодня у нас рисунок простой, забавный, интересный. Я зову вас приходить завтра. И сейчас объявление. В Инстаграм выходит много-много роликов, которые я сейчас дублирую с Ютуба. Оказываю так, что многие ребята не заходят на Ютуб. Некогда. Или мамы. И, в общем, некогда заходить. Так что сейчас весь контент, то, что идет на Ютубе, дублируется. И что идет в Инстаграм. В Инстаграм, конечно, больше. Я делаю ролики в прямом эфире. Так что прошу, приходите рисовать вместе. А где Нолик? Нолика нет, потому что нету сегодня просьбы. И вы не рисовали, кажется. А где Нолик? Оля спрашивает. Нолик будет тогда, когда ты поучаствуешь в конкурсе. Сделаешь. Сзади можно мегаполис нарисовать. Вот этот зверополис. Огромный город. Сделаешь задание. Сделаешь задание. И пришлешь мне сторис. Я с удовольствием поставлю тебе лайк. С удовольствием. И, конечно же, нарисую для тебя Нолика тоже. Большой Зверополис. Здесь впадает. Он сзади такой далекий город. Зверополис. Интересная задумка. Зверополис мне очень понравился. Прям вот именно креатив. Как люди, как звери живут. И все такое. И разные там места. Джунгли, город. И мелкие мышки мне особо понравились. Было весело. Спасибо вам, что вы участвуете. Сегодня пришло меньше людей. Всего лишь одно свето. Но я надеюсь, завтра придет побольше людей. И в пятницу часто люди активнее участвуют в конкурсе. Рисуют больше. Может быть, сегодня все были заняты и не пришли. Я зову вас еще раз. Хорошего вечера. И пока-пока.